Идеальная атака представляет собой сочетание хитрости, скорости и стратегии. Вы слышите цитату, а это значит, что на канале Alex General вышел новый реплей. Всех приветствую и прошу внимания. Карта Imminent Victory. Верхняя позиция TeamStep. Танковый генерал Китая Квай. На нижней позиции дает старт Vivid. Лазерный генерал США ТОУНС. После просмотра попрошу вас написать комментарий, поставить лайк. Те, кто не подписался, подписывайтесь и бейте в колокол. Если есть желающие поддержать проект материально, то в описании есть вся необходимая информация. Выражаю огромную благодарность за вашу поддержку. Ну что же, челлендж до 6 побед. Спонсор Ахмат Собора. Счет 1-1. Оба бойца участники мировой серии прошли во второй раунд без каких-либо проблем. Исходя из того, как сложилась турнирная сетка, то мой прогноз таков. Vivid без каких-либо проблем дойдет до полуфинала, так как на его пути нет никого, кто бы мог ему в этом помешать. А вот у TeamStep перед полуфиналом будет бой с Fargo. Это, пожалуй, единственный, кто может встать у него на пути, судя по таблице. Тут я, пожалуй, прогнозировать не буду, но вы можете написать в комментариях, кого бы вы хотели видеть в полуфинале. Vivid и Fargo или Vivid и TeamStep. Ну что ж, выдвинутая казарма от Vivid, загружаются ракетчики в Hammer и Hammer поехал в атаку. У TeamStep два военных завода, два соплая и электростанция. Есть Gatling Boss и будут, соответственно, принимать. Vivid пригнал Doser, возможно, отвлекающий маневр, возможно, даже будет ставить здесь какую-нибудь лазерную турель и пробивать спалтраки. Пробивается Gatling, Gatling сливается, остается пост, пост уничтожен, остаются ракетчики. Можно пробивать по Hammer, у Hammer тем временем бьется полтрак. Вполне возможно, что все-таки Doser просто отвлекает внимание TeamStep. Пробивается Gatling и Gatling практически был минусован, но остается жить. Есть у TeamStep слева мини-армия, Hammer отъезжает и тем временем также отъезжает и Doser. И Doser, кстати говоря, приезжает и по правому флангу. Да, все-таки я считаю, что это отвлекающий маневр такой. Vivid проводит и TeamStep, смотрите, перетягивает просто всю армию свою на правый фланг. Doser у Vivid отъезжает, кстати говоря, что по билду. У него одна электростанция, соплай и военный завод. Также есть выдвинутая казарма. Напоминаю, вышел лазерный танк. Такое некое подобие NoEco, что ли. Doser сливается, два Hammer плюс медичка подъехали противостоять армии TeamStep. Вскрывается пост, ракетчики живы. Gatling пробивает по дрону, один дрон минус. Ну, в принципе, и слева, и справа есть юниты, поэтому можно пытаться Vivid как-то противостоять. Пока близко к базе Vivid подойти не удается. Минус ракетчик. Отъезжают Hammer направо. Пытается как-то TeamStep пуститься с ними в погоню, но далеко от своей базы не отъезжает. Очень даже опасно, на мой взгляд. Загружается еще один Hammer и едет по центру лазерный танк. Есть пост, ракетчики высадились заранее. Три Gatling пытаются контролировать хамеры. Лазерный танк заезжает. Слушайте, а там на пути дозер. На пути дозер выехал Gatling. Но Gatling лазерному танку абсолютно не помеха. Так тут еще и два дозера. Посмотрите, насколько они рядом сейчас находятся друг с другом. Вышел пост, и пост бы сейчас бы... Ой, как не помешал бы в борьбе с этим самым лазерным танком. Hammer отступает. Все дальше направо. Есть четыре Gatling. А, будут воевать. Ну, лазерный танк-то подъехал. И минус строитель, я так понимаю. Да, еще один залп. Все. Минус. Остался один. Ну, нужно ехать дальше. Но Vivid, к сожалению, этого не делает. Пост с лазерным танком справляется. Тем временем справа закрываются Gatling. Но минус Hammer. Пробиваются сапол траки. TeamStep, конечно же, сейчас зажаты. С базой ему выехать пока не дают. Постоянная атака. Vivid, конечно, вцепился просто как лев. Слева тем временем Hammer заехал. Ракетчики минус. Ну, и нужно пробивать сапол траки. Лишать танкиста экономики. Есть ECM танк. Есть, потому что пропаганда. Выходит пост. Минус сапол трак. Высаживается ракетчик. Еще один сапол трак. Убить не удалось. Переехала ECM-ка ракетчика. Пробивается пропаганда. Hammer. Справа продолжают по-прежнему кататься. ECM танк и Gatling пытаются как-то контролить. Еще один Gatling добавляется на левый фланг. Hammer закрывается. Он как-то здесь врезался в пост. И минус ракетчики. Остается здесь только один. Но два ракетчика от танка в принципе должны справиться ракетчикам американца. Дозер тем временем подхиливает пропаганду. Hammer продолжает кататься в принципе как у себя дома. Но не может. Не может, к сожалению, TeamSTEP ничего пока сделать. Постоянно сидит на базе только в обороне. Выехать вообще не дает. Вивид очень жесткий на самом деле. По крайней мере вот в этой катке. И справа Hammer еще поехал. И ну как раз под соплай скорее всего. Опять же убивает сопл траки. Но TeamSTEP контролит. Сопл траки отъезжают. Gatling идет на их место. Но не добывать, а сражаться естественно. И пробивается ресурсный центр. Hammer катаются на левом фланге. Дозер здесь слева жив. И справа был потерян. Он приехал как раз в аккурат под ресурсный док. Практически закрывается ресурсный центр. Но TeamSTEP вовремя перетянул армию направо. Hammer отступает. Что ж, спам продолжается. Еще один Hammer практически загружен ракетчиками. Еще один лазер танк выехал. И Hammer, который был на правом фланге у TeamSTEP. Также возвращается в общую пачку. По-прежнему у Вивида здесь военный завод, сапплай и электростанция. И казарма. Все. Это все, что нужно Вивиду для того, чтобы постоянно атаковать TeamSTEP. Слава богу, что у TeamSTEP еще есть строитель. Нужно восстанавливать. Естественно, справа здесь сапплтраки. Вивид пока не решается идти в атаку. По крайней мере через центр. Здесь много юнитов. TeamSTEP успевает и обороняться. И успевает нас память. И, наконец, выходит более-менее из границ своей базы. Засаживается ракетчик в домик. Некое такое подобие прикрытия сейчас общей пачки Вивида. Ну и переходит он на правый фланг. Но TeamSTEP не пускается в погоню. Все равно больше стережет границы своей базы. Восстановлены, кстати, сапплтраки. И также подхиливается ресурсный центр. Еще ракетчики. И Вивид все-таки пытается ворваться. Вскрывается пост. Тут два ракетчика на пути. Но такой армии, конечно же, они не помеха. И ракетчики минус. И снова сапплтраки, я так понимаю, сейчас будут попадать под раздачу. Но пробивается первым делом ресурсный центр. Армия TeamSTEP перетягивается на левый фланг. Хамеры пока отступают. Но там два лазертанка справа и два хамера. А тут всего лишь пост. И тот, который без ракетчиков. Ракетчики вышли заранее. Ракетчики сливаются. Ну и пост, я думаю, что так же будет добит. Да, все верно, пост минус. И опять под сапплай. Постоянный срез экономики. Постоянный. Не дают ни добывать, не дают ни выйти из базы. Пробивается ресурсный центр. Там на пути дозер. Можно было отправить бы хамер и дозер этот уничтожить. Нету разведронов, конечно же. И узнать, есть ли здесь мины на этом сапплай. Пока Бивид, к сожалению, не может. Замораживается лазертанк. Хамер минус. Еще один лазертанк также с помощью ИЦМ-танка замерз. Хамер пытается противостоять гатлингам. Но атака слева начинается. А тут всего только одна ИЦМ-ка и минус сапплай. На пути военный завод. Пропаганда. Что же касаемо правого фланга. Хамер отступил. Лазертанки будут уничтожены. Один и другой. Да, здесь справляется Тимстеп. Но вот слева пропаганда минус. Военный завод пробивается. Там еще один лазертанк. Но он пока только на центре у Бивида стоит. Хамер отъехал. Вот он последний дозер Бивида. Вот бы его бы не мешать. Вот хотя бы одну атаку какую-нибудь провести. А Тимстеп как раз таки этим и занимается. Два гатлинга и пост поехали по правому флангу. Пока Бивид и Тимстеп здесь гонятся на левом. Тимстеп едет на правом. Есть еще два хамера у Бивида, кстати говоря. И лазертанк справа. Очень большая армия на самом деле у Юсы. Это при такой-то экономике. С одного всего лишь-то соплая. Это интересный на самом деле момент. Так, тут тем временем ЕЦМ-ка пытается как-то гонять хаммер. Подъезжают гатлы. Лазертанк замораживается. Но тем временем посты. Два гатла проехали по правому флангу. Но дозер почему не убил Тимстеп? Ну у Тимстепа, конечно, ему базу громят с двух сторон. Минус военный завод. Минус электростанция. Тимстепу тяжко. Очень тяжко. Очень много гатлингов. Два ЕЦМ-танка. Строитель по-прежнему жив и осталось всего лишь у Танкиста два здания. Подъезжает под соплай Тимстеп и минус Ченукину. Нужно бить. Нужно бить Вивида. Тем временем справа заезд хаммером. Слушайте. Слева также у Вивида пачка. Вообще ничего делать не дает. Пытается. Пытается. Тимстеп как-то сдерживает атаку. Соплтраки были уничтожены. У Тимстепа еще есть деньги для того, чтобы эти соплтраки заказать. Но нужно отбиться от такой армии. Вивид приехал и просто разбивает здесь все, что видит. Минус военный завод. Казарма отменяет электростанцию. Заморожены. Заморожены лазертанки тем временем. Все осталось так же. У Вивида это два здания. И кстати он отступил. У него замерзли лазертанки. Нет энергии. У Тимстепа осталось только одно здание в виде соплая. И есть еще деньги на заказ одного соплтрака. И вся вот она армия. А тем временем военный. Тот самый Дозер ставит электростанцию. И все. Лазерные танки размеры. Размерзли. Они разморозились. Теперь у Вивида два здания. И лазертанки также на месте в общей пачке. И как сейчас сдерживать эту атаку вообще непонятно. На самом деле если бы убил бы все таки Тимстеп Дозер. То пачка у Вивида была бы меньше. И возможно получилось бы как-то противостоять. Но уже соплай бьют. Осталось буквально чуть-чуть. И Вивид побеждает. Мы победили. Мне кажется, что как раз таки критический момент. Я бы не сказал, что это ошибка. Но наверное вот эта вот точка отсчета поражения Тимстепа началась именно с того, когда он не убил Дозер. Я так предполагаю, что если бы Дозер был убит, то не отстроилась бы электростанция. У Вивида осталась бы только казарма на момент ее отстройки. И там два Гатлинга плюс пост с ракетчиками могли бы в принципе эту казарму закрыть. Ну по крайней мере попытаться. А так Вивид отстроил энергию. У него разморозились лазертанки. Они добавились в общую пачку. И просто без проблем разгромили сапплай. Не могу здесь прогнозировать, но мы увидели то, что увидели. Счет по итогу становится 2-1. По результатам челленджа Вивид выигрывает Тимстепа со счетом 6-5. Ну а на сегодня это все. Всем спасибо за просмотр. С вами был генерал Алекс. И помните, что всегда из любой ситуации есть выход.